Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Итак, смотрите, у меня сейчас, в принципе, 10 минут назад записал на свой основной канал ритуал. Это сильный денежный магнит, денежный талисман, который нужно сделать до 8 числа. Кто его не видел, в первом комментарии ссылка будет. И сейчас схожий по ритуальной части я записываю для вас ритуал. Это на успех, удачу и благополучие, которое вы можете сделать не только себе, но и своим детям, своим близким, своим родным, своему супругу, допустим. Ритуал помогает взрастить удачу и успех. И чтобы в ближайший год, если дела, которые у вас не получались, чтобы они получались. Если планируется что-то в этом году, допустим, поступление в университет, устройство на работу, либо там покупка квартиры, либо еще что-то, какое-то важное дело в вашей жизни за этот год, то это дело получится точно. Итак, смотрите, что вам для этого надо. Три свечи, которые мы установим, и одна четвертая свеча. Общей сложностью у нас будет четыре свечи. Любые злаки, которые всходят и едят птицы. Можно взять вот такой обычный корм для птиц. Замечательно подходит. И слова молитвы. Итак, смотрите, делается данный ритуал также в неделю стихии огня. Это со второго марта по вечер восьмого марта. В любое время суток. Вы в день можете сделать как себе, так и всем своим родственникам этот ритуал. Хоть десять раз вы его можете сделать для десятерых людей. Итак, смотрите. Взяли пустую емкость, поставили ее на вашу рабочую поверхность. Насыпали в пустую емкость злаки. После этого берете свечи. Свечи либо церковные, либо восковые. Но желательно брать восковые свечи. Устанавливаете сначала вот сюда, то есть в изголовье, вот эту. Потом вот эту свечу и вот эту свечу. Зажигаете сразу вот эту свечу, ничего не читаете. Потом вот эту свечу, ничего не читаете. Зажгли вот эту свечу, читаете слова молитвы. Они в первом комментарии семь раз. После этого берете другую свечу, которая у вас осталась. Зажигаете от свечи, на которую вы читали молитву. И устанавливаете в ваши злаки. Как только установили в злаки, читаете молитву семь раз. В молитве скобки, в скобках называете имя. Если делаете себе, то вы имя не называете. Если делаете, допустим, дочери, сыну, мужу, то тогда называете имя и четко, вот когда произносите имя, четко визуализируете лицо этого человека. Никуда не отходите. Сидите, смотрите, когда данная свеча отпустится практически до ваших злаков, вы ее должны вытащить и установить вниз вашей емкости, где у вас стоят злаки. Вот сюда. И ждете, чтобы все свечи у вас потухли. После того, когда будем считать, что они у вас потухли, собираете весь воск, который у вас остался от свечей, будем считать, вы собрали здесь, 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 скомкали вместе. Берете данные злаки и данный воск. Выходите из дома. Первоначально кладете данный воск под любое дерево, засыпаете и его сахаром, либо выливаете медом. И сразу же, вот как сделали, берете злаки, сыпите в свою руку, из правой в левую, высыпаете, и каждый образно своими словами говорит, вам расти, как вам расти, а так удача расти, допустим, у такого-то человека. Потом второй раз и третий раз заключительно, чтобы у вас здесь уже не осталось злаков. И поворачиваетесь, возвращаетесь домой. Попробуйте этот ритуал. Он относится к традиционным, но врузовским ритуалам. И в южных регионах нашей страны им пользуются практически все. Замечательный ритуал. Как будет расти данные злаки, так и будет расти удача у того человека, для кого вы это сделали. Ну все, всех вам благ, удачи, успехов, гости канала, подписываемся на канал.